Так, показываю вам эту красоту. Псисы поют. Там, видимо, воронье гнездо. Вот там, на этом дереве сухом. Вот на этом. Они всё время там кричат, вороны. Вот, что хочу сказать. Сегодня опять заснула под утро, пока эти сумки разгрузили. А потом в 2 часа ночи позвонила моя дотя, старшая. В 2 часа ночи впервые. У меня сердце как ёкнуло. И сразу такая мысль, боже, что случилось? Руки задрожали. Вот никогда нельзя так реагировать. Ну, она позвонила и говорит, мама, я знаю, ты в это время ещё не спишь. Я соскучилась. Захотела с тобой поговорить. Ну, и мы поболтали так с ней, чисто по-женски. Вот, что значит, когда мы живём далеко друг от друга. Так, если бы жили близко, не знаю, среди ночи, прибежала, растолкала, разбудила, вот такого бы, знаете, испуга не было бы. А у меня просто такой стресс прошёл, знаете. Вот самые первые мысли. Думаю, ну всё, блин, что же случилось? И давай фантазировать. Это всё доли секунды, пока я не подняла трубку. Никогда, никогда нельзя так думать. Нужно думать, что всё хорошо, всё отлично у меня, у моего мужа, у моих детей, у моих друзей. Всё хорошо, всё замечательно, всё будет ещё лучше. Вот. Я себя так ругаю сегодня за это. и, ну, даже, стыдно даже за такие мысли, что я себе позволила подобное. То есть нужно думать, что всё хорошо, она успешная. И, знаете, я бы многим сейчас могла похвастаться, какие достижения у моих детей, но я не имею права это делать. Как я уже говорила, пока война не закончится, и я не имею права ничего о них рассказывать. Ну, вот-вот-вот-вот, всё у них нормально. Так, надо, наверное, всё-таки это пропылесосить. Хочу взять этот дурацкий пылесос. Он был заряжен. Он такой неудобный, честно говоря. Тарахтит. Но он без шнурка. Интересно, насколько его хватит. Вот эти пылесосы так рекламируют, но они ненадолго способны работать. Зарядки хватает, ну, примерно на полчаса. А ну. Возьмёт им эти листочки. Ну, ничего, справляется, ладно. Может быть, я на тебя наговариваю просто. Давай-давай, почисти мне здесь немножко. Потому что всё это понесётся в дом. Нормально. Буду знать. Да, всё собирается. Ладно, извини, дорогой, я виновата. Продержись хотя бы, чтобы этот коврик почистить. Всё остальное у меня уже чисто в доме. Всё равно муж сегодня будто побегал. Башмаки свои надевает, кроссовки. Ой, я забыл сигареты. И бежит вниз за сигаретами с вами. Ну, что, нормально. Пять минут. И чисто. Справился. Поставила пылесос на зарядку. Ещё хочу кое-что у мужа спросить. Он кушает и клюёт мои бутерброды полезные. Там вот говорят, выключи телевизор, пожалуйста, на минутку. Сейчас, секунду. Ну, пока ты будешь выключать, я тебя буду спрашивать. Говорят, что вот иметь дом, нужно платить налог на землю, страховку оплачивать на дом. Что такое у тебя там, косточка? Как это всё у нас входит в цену и вообще? Да, это у нас всё входит в цену. То есть мы платим за страховку и за... Нет, мы платим банку. И банк сразу же берёт сразу же за страховку, за всё подряд. Это всё включено. А налог на землю сколько мы платим? Свет, я не знаю, сколько мы платим налог, но это всё включено в пеймент, который мы платим банку. Сколько мы платим банку в месяц? У нас нету такого, чтобы мы платили отдельно за землю и прочие дела. Банку мы платим 1270 долларов ежемесячно. Плюс коммунальные услуги, вода, свет. Тебя интересует сколько мы платим? И плюс приблизительно. Нет, не надо мне это самое всё это показывать. Конечно, мы платим за воду, мы платим за электричество. Что ещё? И за уборку территории, да? Сколько это стоит? Это стоит... Стало стоить много. 330 долларов за уборку мусора, за вывоз мусора и за прочие дела. Это называется HOA, Home Loan Association, какой-то там это самое. Раньше платили было, когда я сюда заехал, было всего 90 долларов. Потом стали поднимать, поднимать, поднимать. Сейчас стало 330. 335. За месяц? Раз в три месяца. Раз в три месяца. Раз в три месяца, да? Да. Ясно. Ладно, всё. Это называется вывоз мусора и прочие дела. За что мы ещё платим, ты не знаешь, нет? За что? Ну, страховки на машину. А, ну я тебе могу всё рассказать. За всё, что мы платим. Ну, не надо, это мне неинтересно, как было. Пока что про дом. Что тебе надо было интересно? Ну, вот интересно было налог на землю и страховка на дом. Это не страховка на дом, это пеймент, банку за дом. А сколько у нас уже выплачено? Ну, выплачено, наверное, процентов 60, наверное, может быть. В смысле? Ты покупал дом по какой цене? Я покупал дом за 155 тысяч долларов. А какой долг остался? Вообще большой. Я же не могу платить ежемесячно свыше этого всего, кто стоял долг. Ну, какой долг? Остаточная стоимость, наверное, где-то 120 тысяч. А рыночная цена дома? Ну, где-то 320 тысяч. То есть дом вырос в цене, да? Дом вырос, место выросло в цене. Место, да? Место выросло в цене, можно продать тысяч за 300, может за 320, но можно заработать от 180 до 200 тысяч долларов, если мы продадим этот дом. Но продавать я его не собираю. Ясно. Ну, а страховка какая? Вот она покроет, если, не дай бог, там дерево свалится на крышу. Да, это все покрывается. Покрывается, да? Да. Ты узнавал? Это все всегда так делается. Всегда. Иначе банк бы не согласился, да? Не банк бы не согласился, это все делается автоматически. У нас страховка на дом, и страховка на автомобиле в одной компании. Мы платим, вернее, не мы мы платим, они включают пеймент свой в этот банковский пеймент, и банковский пеймент им отчисляет деньги. Если вдруг что-то случится с домом, если у нас дерево упадет, или еще что-то такое, это все будет страховая компания возмещать. Все эти ремонты и прочие дела. Ясно. А вот страховка на автомобиль, на твою машину, какая страховка? То есть, в случае аварии, не дай бог. У нас два страховых полюса. У нас один страховой полюс, и у нас самый максимальный полюс. Когда я купил вторую, когда мы купили вторую машину БМВ, мой инструктор, мне Наня предложила, давайте я вам подниму страховку больше, говорит, потому что на дорогах стало больше очень дорогих автомобилей, там типа разные Порше, Корветы, Фриеты, если вдруг что-то случится, чтобы у вас было хорошее покрытие. Я говорю, я всегда езжу аккуратно, моя жена вообще никуда не ездит, только от магазина, от дома до магазина, все равно надо иметь хорошее покрытие. Если ты вдруг кого-то ударишь, или кто-то тебя ударит, страховые компании все покроют, не волнуйся. Ага, ясно, вот это тоже было интересно. У нас очень все закрыто, у нас по максимуму. Сколько ты платишь страховку? 238 долларов ежемесячно за два автомобиля. Это немного, потому что у тебя пут-фут-фу, хорошая водительская история, да? Ну да, примерно так. Ну, то есть большой штат, этот... Стаж. Стаж, и не было нарушений, пут-фут-фу, да? Не было никаких аварий, ничего не было, поэтому они никогда мне ничего не повышали, ничего нет, никаких больших пейментов у меня не было. Они мне только смотрят за мной, чтобы я хорошо ездил и никого не ударил, и все. Ясно. Ладно, все, спасибо. Вот 238 долларов мы платим с тобой за страховку. Если тебе интересует что-то дать... За два автомобиля. За два автомобиля, у которых полное покрытие. Полное покрытие. Ясно. Я все поняла, все, спасибо.